Здравствуйте! Здравствуйте! Какое самое главное знание, которое шикольники должны вынести из опыта общественного движения конца 19-го и начала 20-го века? Самое главное и самое интересное по партии. Они тогда появились как раз, да, и сейчас существуют. И вот вам, пожалуйста, современная политическая культура, она именно тогда возникает. На рубеже 19-го и 20-го веков российское общественное движение входит в ту стадию, которую на самом деле можно было бы назвать современной стадией развития общественного движения. То есть, собственно говоря, эта стадия уже связана с развитием партий. Понятно, что изначально они были в России недозволены, были вне рамок легальности, но, тем не менее, уже в 1905 году они уже существовали, в общем, на законных основаниях. У российского партийного строительства в это время есть, конечно, свои очень существенные особенности, особенно если сравнивать это все с какими-то такими классическими западноевропейскими примерами, например, с Великобританией. Ну, первая такая особенность, очень важная, заключается в том, что изначально те или иные партии, ну, иногда протопартии, да, такие, так сказать, небольшие группировки, которые себя, как бы, так сказать, позиционировали уже как некие такие партии европейского типа, это все возникает изначально на окраинах Российской империи. В первую очередь, конечно, речь идет о Финляндии, о Польше. Явно ориентир шел, конечно, на Европу, само собой разумеется. Только позднее возникают партии всероссийские. Причем связано это, естественно, во многом не просто с каким-то, так сказать, обычным течением политической жизни, а связано, в общем, это с усугублением политического кризиса как раз на рубеже 19-20 веков, с постепенным развитием революционного движения, с постепенно растающим кризисом государственной власти. Начинается такая самоорганизация оппозиционных сил. Отсюда еще одна очень важная особенность российского партийного строительства этого времени. Оно как бы формируется, скажем так, слева направо. То есть сперва самоорганизовались левые радикалы, потом уже левый центр, так сказать, центристы, и консерваторы, так сказать, скорее, на самом деле будут тут отстающими. Почему? Ну, собственно говоря, кто у нас составляет оплот, так сказать, консерватизма? Это, в общем, люди достаточно состоятельные, люди очень часто деловые, люди, которые, в общем, имеют возможность решать свои вопросы каким-то таким внепартийным путем, так сказать, кулуарно или через органы местного самоуправления. То есть для того, чтобы, например, что-то лоббировать, им совершенно необязательно прибегать к каким-то, так сказать, методам, которые тем более, так сказать, вообще говоря, пока еще незаконны. Поэтому кто к этому прибегает? К этому прибегают, естественно, левые и, в общем, радикалы. И речь первоначально идет как раз о создании таких всероссийских партий, которые, в общем, социалистические, да, по своему характеру. В России, собственно, к этому времени уже четко совершенно оформился весь идейно-политический спектр, он, по сути, уже с середины XIX века есть. То есть речь идет и о консерваторах, и о целом наборе прогрессийских идеологий, то есть таких, как либерализм, социализм, анархизм. Все это изначально присутствовало на уровне отдельных личностей, отдельных кружков, а теперь время дошло и до партий. Отмечу еще одну очень важную особенность российского партийного строительства. Оно, в общем, на такой ярко выраженной идейной почве. То есть это не лоббизм конкретных интересов, это борьба за идею. И именно поэтому, конечно, в основе всего этого стоит русская интеллигенция. То есть, собственно говоря, вот тот самый, условно говоря, класс образованных людей, которые уже в конце XIX века группируются не по уровню образованности, что очень важно отметить, а именно по причастности к тем или иным идейным программам. Еще одна особенность партийного строительства в это время – это концентрация тех или иных сторонников, тех или иных идей вокруг, в общем, печатных органов. То есть, иными словами, как создать партию? Невозможно просто создать там какой-то центральный комитет или что-нибудь еще в этом роде. Надо на самом деле основать журнал или газету. Если этого нет, никакой партии не будет. Если это есть, вокруг печатного органа, вот просто как вокруг такого веретена, тут же очень быстро такой вот клубочек навернется. Как я уже сказал, первыми сорганизовались левые. И тут важно отметить одну особенность, тоже, в общем, российскую такую. Весь этот левый фланг уже к тому времени достаточно давно получил именование «Освободительное движение». И он как раз и состоит вот из этих трех основных течений, собственно говоря, из социалистов, анархистов и, ну скажем так, условно-радикальных либералов. Почему «Освободительное»? А потому что, собственно, для всех этих направлений характерен, в общем, такой базовый основной лозунг «Далось ему державе». То есть речь идет, собственно говоря, о ликвидации существующего политического строя. Соответственно, все это направление, так сказать, оно характеризуется чем? Верой в социальный прогресс или исторический прогресс в целом, так сказать, обобщать. А для радикальных либералов, так сказать, на первом месте будут стоять права человеческой личности, то есть вот такой вот индивидуализм. И государство, соответственно, должно быть преобразовано в направление такого вот правового строя, то есть должно быть создано правовое государство, этот термин уже тогда существовал. Государство должно выступать, собственно говоря, вот этим основным гарантом, так сказать, личных прав. То есть это вот такой вот, так сказать, ночной сторож, который охраняет тебя, вот пока ты спишь, так сказать, и вообще, говоря, не мешает тебе дальше, так сказать, делать то, что ты сочтешь нужным. Вот, собственно говоря, так сказать, если совсем коротко, да, вот так вот, так сказать, либеральный концепт. Для социалистов характерно представление о том, что главное – это не личные свободы, а социальная справедливость. При этом личные свободы не отрицаются, да. Но говорится о том, что, скажем, в рамках либеральной доктрины, да, эти личные свободы будут аннигилированы просто по той простой причине, что, ну, скажем так, если тебе кушать нечего, да, то, так сказать, какие тут личные свободы, так сказать, это пустой звук. Поэтому, соответственно, нужно сделать так, чтобы всем было что кушать. Отсюда, соответственно, представление о том, что государство является главным гарантом этой самой социальной справедливости до тех пор, пока общество не научится регулировать эти вопросы самостоятельно. Значит, соответственно, по мере, там, так сказать, построения вот этого справедливого общества, то есть социалистического общества, будет происходить отмирание государства. Ну, и здесь же будут анархисты, которые, собственно, будут говорить о том, что, если вы нуждаетесь в государстве, значит, соответственно, там, ваши личные свободы и ваша социальная справедливость, там, яйца выеденного не стоят. Если вы сами не можете это себе обеспечить здесь и сейчас, значит, вы никогда себе это обеспечить не сможете. Поэтому никакое ваше государство никогда не отомрет. Если вы его сейчас не разрушите, никакие вопросы дальше решать будет нельзя. То есть это вот такая сама организация общества. Вот, собственно говоря, на базе всех вот этих вот представлений возникают, да, так сказать, первые российские партии. Первыми, по большому счету, все-таки, сорганизовались социалисты. И здесь все, опять же, сразу шло по двум направлениям. По более такому традиционному российскому направлению, то есть народническому. Собственно, народничество возникает еще во второй половине 19 века. И это революционная идеология, которая предполагает, да, так сказать, освобождение российского народа от самодержавия. И речь идет, в первую очередь, конечно, о крестьянстве. Вот это направление в конце 19-го, начале 20-го века точно так же будет существовать. Так сказать, если вот там народники второй половины 19-го века верили в то, что можно спасти Россию от капитализма, который угрожает ей в будущем. То есть для чего нужна революция? Чтобы капитализм не пришел. То неонародники начала 20-го века будут говорить о том, что да, он пришел, да, не удалось эту самую революцию осуществить, но, тем не менее, в будущем все равно она обязательно наступит, мы этот самый капитализм уничтожим. И, соответственно, вот это неонародническое направление, оно связано с окончательным складыванием, скажем так, к 902 году партии социалистов-революционеров, которая позиционировала себя именно как народническая партия. Соответственно, эти люди, социалисты-революционеры или сокращенные эсеры, борются за трудовой народ, в первую очередь за трудовое крестьянство, но, кроме того же, появились рабочие, значит, рабочих эсеры от крестьян, в общем, не отделяют, то есть для них трудовой народ это те и другие. И основной метод вот такой непосредственной борьбы за революцию – это, собственно говоря, революционный террор, который имеет, в первую очередь, конечно, пропагандистское значение. То есть они прекрасно понимали, что физическое устранение каких-то отдельных государственных деятелей, даже если они какие-то очень влиятельные, это еще не решает ничего. Имелось в виду, конечно, опыт 1881 года, Александра II убили, так сказать, ничего не произошло. Точнее так, наступила реакция, скорее, да. А тут все-таки речь идет о терроре как о пропаганде, естественно, да, как об устрашении. Само слово «террор», собственно, подразумевает как раз, да, вот этот вот устрашающий и пропагандистский момент. В 1902 году возникает боевая организация партии социалистов-революционеров, которая, собственно, уже тогда же, да, устраивает первый такой очень резонансный теракт, убивают министра внутренних дел Сипягина. Ну и, собственно говоря, после этого партия социалистов-революционеров становится известна на всю Россию, быстро приобретает популярность. Можно сказать, что это в каком-то смысле такая самая популярная в России партия, на самом деле, да, скажем так, вот в интеллигентских кругах. Она очень напоминает вот, так сказать, такую разенщину. Она поэтичная, вот, собственно говоря, эсеров всегда считали такими, так сказать, людьми очень эстетски настроенными, без какой-то особой теоретической базы. Она и никому не нужна, по большому счету, да, партия, кстати говоря, очень рыхлая по своей структуре. То есть, грубо говоря, там в партию можно было как вступить. Но достаточно было осознать себя эсером и попытаться установить контакт с какими-то там местными организациями. И совсем другое дело — это социал-демократы. Это ребята, возникшие в связи с быстрым ростом популярности в России марксизма. А это связано с тем, что в конце 19 века, собственно говоря, в России капитализм побеждает. А Россия становится реально капиталистической страной. Капитализм стал главным экономическим укладом. Во многом благодаря, конечно, государственной политике, да, так сказать, деятельность Сергея Юрьевича Витты, скажем. Которого, кстати говоря, в журналах того времени очень часто и называли. Первый русский министр-марксист. Так вот, все-таки марксизм предполагает ставку на пролетариат, на рабочий класс, на пролетарскую революцию, мировую причем. Под это подведена очень мощная теоретическая база. И, соответственно, вот социал-демократы — это люди как раз такие совсем не поэтичные, углубленные вот в свои эти, так сказать, зубодробительные книжки, которые они постоянно читают, да. У социал-демократов, которые, собственно, сорганизовались, ну, скажем так, формально. В 1898 году еще первый съезд прошел в Минске. Реально-то, конечно, партия возникла в 1901 году, когда газета «Искр» появилась. Я говорил о роли печатного органа. Тогда уже сразу, да, складывается, в общем, два таких течения в партии — большевизм и меньшевизм. Одно, соответственно, во главе с Юлием Мартовым, который, с точки зрения европейской, в общем, наверное, более классичный такой социал-демократ. Ну, в том смысле, что он пытается мыслить действительно по Марксу. Маркс считал, что Россия является окраиной Европы. В ней существует такой очень какой-то незрелый еще капитализм. Мировая революция явно начнется не в России. В России надо как-то потом попытаться просто встроиться в эту самую мировую революцию. Вот Мартов говорит о том, что вот так вот оно и будет. И другое направление — это, соответственно, большевики, да, которые говорят о том, что к марксизму надо относиться творчески. И поэтому, если вдруг удастся начать мировую революцию в России, почему не начать? И если вдруг получится сразу перевести буржуазо-демократическую революцию в социалистическую, а что бы этого не сделать? Вообще надо дерзать. И так говорит, собственно, лидер большевиков Владимир Ильич Ульянов — Ленин, который, кстати говоря, никогда себе не называл Владимира Ильича Ленина. Это возникло позже несколько. И вот между этими двумя течениями начинается уже борьба. В конечном счете это, в общем, приведет к тому, что в 1912 году возникнут две партии. Собственно, меньшевики и большевики все-таки оформятся, да, так сказать, самостоятельно. К социалистам прибыкали в России анархисты, которые, тем не менее, да, так сказать, были постоянными их критиками, но проблема анархистов заключалась в том, что они, конечно, организационно были, так сказать, очень слабы. Ну, понятно, что если ты проповедуешь анархию, да, тебе сорганизоваться очень сложно, так сказать. Анархистам не удалось создать такую одну или там несколько таких вот организаций, всегда это были какие-то кружки. Гораздо более организованными оказались в России радикальные либералы. Почему я все время говорю «радикальные либералы»? А это как раз очень важная такая особенность российского либерализма. Он изначально как бы двойственный. Вот он есть в умеренном варианте, он есть в радикальном варианте. И вместе это все практически не срастается никак. Еще во второй половине 19 века очень известный российский либеральный мыслитель Борис Николаевич Чичерин уже говорил как раз вот о вот этом трагическом таком разделении российского либерализма. Значит, о том, что он есть охранительный и к которому, собственно говоря, сам Чичерин и принадлежал. Так сказать, для него это как раз был такой позитивный либерализм. То есть такой либерализм, который предполагает сотрудничество с государственной властью. А есть либерализм освободительный или радикальный. Так сказать, Чичерин сам его оценивал негативно. И говорил о том, что это тот самый либерализм, который хочет государственную власть свергнуть. Или, по крайней мере, ее как-то радикально реформировать. Поменять государственный строй, так или иначе. И вот как раз вот этот самый освободительный либерализм. В этом есть определенная тавтология, конечно. Либерализм это тоже от слова свобода. Но, как бы то ни было, возьмем это как термин. Так сказать, вот освободительный либерализм. Я предпочитаю все-таки говорить радикальный либерализм. Так вот этот самый радикальный либерализм, он на самом деле в начале 20 века в России берет верх, в споре этих двух либерализмов. Главная такая радикально-либеральная партия, которая в России возникает, это, собственно говоря, партия конституционно-демократическая, кадетская, если брать по сокращению, КД, или партия народной свободы, как они еще сами себя называли. Партия, кстати говоря, так никогда при Российской империи не получила юридической регистрации, потому что программа этой партии предполагала изменение государственного строя. Основные лозунги кадетской партии, это, собственно говоря, всеобщее избирательное право, это законодательный парламент. Эта партия даже просто по самому своему названию, она партия демократическая, она является очень важной составляющей освободительного движения. Она, на самом деле, находилась в достаточно тесной связке с социалистами. Кадеты предполагали, что социалисты являются такой ударной силой политического процесса, а в конечном счете, конечно, власть перейдет не к социалистам, которые ничего толком во власти не понимают, организовать ее не смогут. А понятно, что после освобождения России правительство будет кадетским. Ну, в каком-то смысле так и произошло, после февральской революции, действительно, первый состав временного правительства, он, конечно, будет кадетским, правда, просуществует всего два месяца. Кадетская партия, в которую вошел цвет русской интеллигенции, выдающиеся профессора, выдающиеся адвокаты, выдающиеся земские деятели, все они, в общем, имели представление о западноевропейском опыте, о том, как делаются выборы, о том, что такое парламент. Идеально проведенная предвыборная кампания дала кадетам большинство в Первой Государственной Думе. Кадеты, которые пришли в Первую Думу, они потребовали всеобщей политической амнистии, вот в том числе для террористов, и заявили о том, что будут готовить, так сказать, такую радикальную земельную реформу, что земля должна частично перейти в руки крестьян, да, за выкуп. Но вот интересно отметить, что в программе кадетской партии не прописана неприкосновенность частной собственности. И в этом смысле они, конечно, очень сильно отличаются от европейских либералов. Умерений кадетов, вот, собственно говоря, уже за пределами освободительного движения, сформировалась партия октябристов, партия, которая называлась официально «Союз 17 октября», которая в конечном счете пошла как раз на соглашение с властью. Лидер партии Александр Иванович Гучков, так сказать, работал в такой тесной связке в течение нескольких лет, да, с премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным. Октябристы выступали за реформирование страны с целью сохранения ее исторических устоев. То есть они выступали за единую неделимую Россию, они выступали за все-таки приоритет русских в Российской империи, хотя говорили о необходимости постепенной отмены всех ограничений для национальных меньшинств. Октябристы, конечно, поддержали Столыпинскую аграрную реформу, кстати говоря, поддержали военно-полевые суды для подавления революции. Но в целом в борьбе за собственную самостоятельность как политической партии они, в общем, постепенно со Столыпиным разошлись, потеряли поддержку правительства и, в конечном счете, проиграли думские выборы 1912 года. Еще правее октябристов возник целый ряд консервативных организаций, самый известный из которых — это «Союз русского народа». На самом деле самая многочисленная российская партия начала 20 века, в которой насчитывалось где-то примерно 450 тысяч человек. При том, что любая другая партия, о которых я говорил, на пике, имела где-то 50-100 тысяч в лучшем случае. Другое дело, что в Черносотинце, то есть в «Союз русского народа», записывали иногда целыми деревнями неграмотных крестьян, и за счет этого, собственно говоря, достигалась массовость. Но как бы то ни было, действительно, Черносотинце вроде бы — это самая многочисленная такая российская структура. Они консерваторы, они выступали за знаменитую Уваровскую триаду, православие, самодержавие, народность. Что происходит после Первой русской революции вообще со всеми российскими партиями? На самом деле они все начинают распадаться. Вот вообще все. Они все так или иначе были связаны, на самом деле, как показала практика, с революционными обстоятельствами, с политическим кризисом. И настоящее возрождение российских партий будет происходить потом, только в 1917 году, собственно говоря, уже после февральской революции. Что вообще означает формирование в России политических партий в начале XX века? А говорит это на самом деле о том, что в России как раз именно в это время начинает формироваться политическая культура современного типа. С чем она связана? Она связана с деятельностью средств массовой информации, она связана с деятельностью парламента, она неизбежно совершенно связана с деятельностью политических партий. Все это создавалось, в общем, не по желанию власти, а в качестве такой вот уступки общественности. Отсюда такая вот тоже очень важная особенность политической жизни России начала XX века. Она еще такая по своему характеру очень подростковая. Она очень такая принципиально-максималистская. Российские политики начала XX века еще пока не поняли, что политика на самом деле это в каком-то смысле искусство компромисса. Что политические программы существуют для того, чтобы торговаться, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. Для российских политиков этого времени вот любые политические торги были все-таки проявлением какой-то беспринципности. Вот любой ценой я должен вот свою политическую программу провести. Почему? А потому что она прекрасна. Но она не связана с жизнью. Ну и что? Ну, тем хуже для жизни, в конце концов. Сказать, вот проведу и все. Вот этот вот определенный налет утопизма, он на самом деле присутствовал там так или иначе, но у каждой, в общем, такой вот политической партии в той или иной степени, да? Сильнее был выражен, менее сильно был выражен, но тем не менее. Что могло бы дальше со всем этим происходить? А на самом деле, да, так сказать, они могли бы стать поспокойнее. Проблема заключалась в том, что вот эта самая мощная внутренняя трансформация, она еще и наложилась на очень мощный международный кризис. Собственно говоря, так сказать, Россия оказалась в 14-м году в Первой мировой войне, в войне, которая была беспримерна по отношению вот ко всей предшествующей мировой истории. И вот эта внутренняя трансформация российская плюс, да, вот такой мощнейший международный кризис, беспримерный, он, конечно, дал взрывной эффект. То есть, собственно говоря, Россия как бы соскочила в революцию 17-го года, когда ситуация уже становится действительно неуправляемой. И, по сути дела, уже вот после февральской революции мы видим, что постепенно, постепенно, и все быстрее и быстрее, на самом деле, и неуклонно, да, так сказать, все дело идет к, в общем, к победе радикалов. Если представить себе несколько иную ситуацию, да, а, наверное, она могла развиваться в каком-то несколько ином ключе, то я думаю, что, так сказать, у российских политических партий постепенно все, так сказать, получалось бы все больше и больше. То есть они накапливали бы политический опыт, они получали бы шишки, так сказать, набивали бы, да, ну и в конечном счете, так сказать, научились бы договариваться. Ну вот, тогда этого не произошло. Может, потом произойдет. На этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч.